Здравствуйте! С вами программа на женской половине и я, Ирина Бревусова. Этой профессией она заболела еще в детстве, с тех пор, что только не приходилось ей делать. И вести дозор, и укладывать малышей, а наутро взрослым поднимать настроение, затем петь с друзьями и вести диалоги с Америкой. В промежутках между этими важными делами наша героиня то песенку напишет, то на охоту отправится, то в качестве разминки на горных лыжах покатается. Итак, встречайте сегодня у нас в студии диктор центрального телевидения, ныне телеведущая и педагог-исследователь Наталья Козелкова. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Вы сегодня пришли не одна. С вами четвероногий спутник или спутница. Представьте нам, пожалуйста, вашего питомца и расскажите, именно эта собака привлекла вас к охоте. Нет, ну что вы, это было лет 20 назад. Надежа только годик. А 20 лет назад, да, 20, забежала на дачный участок борзая. Я всю жизнь мечтала о борзой. Хозяев борзой этой мы нашли, взяли щенка от этой собаки. И вот, собственно, с тех пор мое увлечение в совы борзой началось. Ну, правда, когда у меня собаке было уже два года, первый, я на улице поймала машину, управляя ему на тот момент, моим, опять же, на тот момент будущим, на данный момент уже бывшим мужем, который оказался еще экспертом по полевым испытаниям борзы. Когда вы ходите на охоту, как вообще происходит этот процесс? Вы собираетесь с друзьями, вы поете песни, потом идете, охотитесь, потом смотрите, у кого какой результат, что происходит. Порядок другой. Мы сначала собираемся с друзьями, потом идем на охоту, ну, а уже потом мы поем песни, в зависимости от результата. Дело в том, что в данной охоте важен не процесс поимки, ну, бог с ним, с этим зайцем, там, с этой лисичкой, на ушляне, и, слава богу, зато красота скачки потрясающей. Дело в том, что это же экологически чистая охота, там же нет подранков, мы же не ружейники, либо дэй, и правильно, либо взяли зайчика, там, или лисичку, либо не взяли. Так что сама красота, поле, работы потрясающей красоты, вот этой скачки борзой, ой, ну что вы это, адреналин немыслимый. Вот это одно из ваших увлечений. Я знаю, что вы автор 50 песен, вы бард. Ну, где-то плюс-минус-то. Да, когда душа запросила песни, причем своей. Вы знаете, сначала душа запросила стих. Где-то в возрасте 6 лет я написала дедушке, причем, который был водителем муковоза на тот момент, написала стихотворение. «Водит деда мой машину, первоклассный он шофер, у нее надуты шины и прекраснейший мотор». Ну, была душа пела и вот требовала выражения. Очень я дедушкой гордилась. Впоследствии стихи писались все больше и больше, все более и более профессионально. И я поняла, что уже в возрасте, там, скажем, 14-15 лет, залезть на табуретку и прочитать свои стихи, ну, как-то... Не солидно. Не солидно, согласитесь, да. И в результате сама в наших дворах Возмайлова освоила гитару вместе с мальчишками соседскими. И да, за месяц где-то я ее освоила, но так она у меня в качестве аккомпанемента. Я не могу сказать, что я в состоянии, там, пугебаха на ней играть. О чем ваши песни? Меня интересует тематика и процесс сочинительства. У меня, вы знаете, как-то так получилось, что у меня тематических несколько направлений. Вот, значит, одни песни – это «Чистой воды», «Лирика», «Романтика». Вторая категория песен – горнолыжные песни, борзячие песни. Еще и горнолыжные? Еще и горнолыжные песни. А мы еще и горными лыжами. Еще и горными лыжами. Разные студенческие песни были и песни касабельные профессии, профессии диктора, профессии телеведущего. Исполните нам что-нибудь. С удовольствием. Надежа, ты, дружочек мой, давай-ка мама все-таки сейчас усядется. Ах, о боже, что за красота, что за простор, что за места, этим воздухом хрустальным нас она ожидаясь. Мы возвращаемся домой, держа все время по прямой. И за борзой моей на цворке я болтаюсь. Мы отпахали тридцать верст, и где нас только черт не нес. О сапогах, о мокрых мысли полдороги. И где бы денег призанять, и как бы егеря принять. И почему моя собака сбила ноги? Ах, как завидую я ей, борзой красавице моей, За то, что так ей в жизни все предельно ясно. Не полутон, не полутень, коли ночь так ночь, Коли день так день любить хозяина, И ненавидеть зверя страстно. Ах, а мне бы так же проскакать, Зверя пусть нельзя встерять, Но наглотаться светлой ярости до боли. Все лапы вымес и сердце в кровь, И пусть нет сил подняться вновь, Но знать, что нет на свете салащей этой доли. Такой душе такую стать, И потому могу признать, Что мало все-таки борзых, А борзых много, А нам искать и не найти Дорожки, тропочки, пути, А у нее, как солнце, луч, прямая дорога. Метаний наших в толп не взяв, Навек хозяина приняв, И вызывая глупых шавок злую зависть, Ей, королевою, себя нести И счастье в поле обрести, А нам под водочку тушеный с луком заяц. Ей, королевою, себя нести И счастье в поле обрести, А нам под водочку тушеный с луком заяц. Здорово. А ты чего не помогала? Обещала же попеть вместе с хозяйкой. Она могла бы. Наталья, а где вы исполняете свои песни? Случалось ли исполнять их в своих программах, которые вы ведете? Вот когда я делала программу для канала «Ностальгия» «Споемте, друзья», ну и то программа была не обо мне все-таки, программа была об ардах, об авторской песне, и люди там присутствовали более именитые. В данном жанре, нежели я. Поэтому я там, по-моему, одну или две свои песенки спела, и то в тему, и то посвященные каким-то нашим именитым гостям. Вы телеведущая, радиоведущая довольно полярных по своему формату и по содержанию программ. Это и «Спокойной ночи, малыши» на центральном телевидении, да? Это и «Дозор 02», это и новостные программы, это и ток-шоу «Споемте, друзья». Где вы себя чувствовали наиболее комфортно? В какой программе? В каком формате? Это профессиональное качество чувствовать себя абсолютно комфортно. Если ты взялась за этот формат, значит, будь любезна себя в нем чувствовать комфортно. Или не берись. Одно из двух. Это одна из составляющих профессии телеведущего. Если берешься, значит, тогда ты загружаешься полностью с головой, образ уже выстраивается твой, как ведущий, уже по ходу пьесы, уже в зависимости от предлагаемых обстоятельств. И вкусненько, с удовольствием живешь в любой из этих программ. Будь то новости, скажем, на московском канале, будь то «Спокойной ночи, малыши» или рубрика «Блондинка за рулем» в программе «Точка контроля», которая вот выходила на «Звезде» недавно. Или то ток-шоу, которое мы сейчас делаем с Игорем Мугольниковым на его канале ТРО. Он председатель телерадиообъединения Союзного государства. Я являюсь шеф-редактором и соведущий Игорь в программе «Время Союза». История открытки насчитывает более 140 лет. За столь солидный срок существования менялись ее внешний вид и предназначение. Первыми в истории появились поздравительные открытки. Вот уже много лет ученые изучают историю, эстетику и символику самых разных открыток. Пытаются разгадать главный секрет этого маленького кусочка картона, который служит проводником самых светлых чувств – любви, уважения и признательности. Как сделать открытку своими руками? Вы узнаете в рубрике «Женские хитрости». Наступила весна, а значит, пришла пора тепла, праздников и, конечно же, свадеб. Сегодня я вам расскажу, как сделать оригинальное приглашение на свадьбу для ваших друзей, родных и близких. Берем двусторонний картон, однотонный с одной и с рисунком с другой стороны. Складываем лист картона так, чтобы рисунок оказался внутри и выступал за край однотонной стороны на 3-4 см. Затем дыроколом делаем отверстие, вдеваем подходящую по цвету ленту и закрепляем ее на однотонной стороне картона любым оформительским аксессуаром. На листе другого цветного картона пишем текст, оформляем его в рамку, вырезаем по краю рамки фигурными ножницами. Посередине одного из краев вырезанного картона, где находится текст, делаем дыроколом отверстие. Вдеваем в него ленточку так, чтобы текст оказался внутри нашей открытки, то есть на цветной стороне двустороннего картона. В правом верхнем углу листа, на котором написан текст, фигурным дыроколом делаем отверстие. Получается вот такой симпатичный цветочек. Далее лицевую однотонную сторону открытки оформляем бумажными цветочками, бусинами и цветным контуром, которые соответствуют общему цвету картона. Получилась вот такая красота. Приглашение на свадьбу для ваших родных и близких, сделанное вашими руками, всегда приятно и оригинально. Всего доброго! С вами была Анастасия. Вы были диктором центрального телевидения. Сейчас вы телеведущая. Одинаковые профессии? Разные? Нет. В чем разница? Дело в том, что диктор – это голова говорящая, а телеведущий – это голова думающая. Кстати сказать, дикторы были только на телевидении стран социалистического содружества. Потому что, не дай бог, что не то скажут. Только по бумажке. Но какая подача? Эта профессия была выстроена, рассчитана на подачу материала, на максимально доверительный, максимально убедительный, на чистейшей русской речи. С нас слетали квартальные премии за неправильно поставленное ударение, не дай бог. Телеведущий все-таки – это человек, которому есть что сказать самому. Поэтому, в первую очередь, хорошие телеведущие – это филологи, журналисты, может быть, актеры, но в таком случае это актер плюс еще что-то. Ведущий – это человек, который в состоянии зацепить, донести свою мысль и этой мыслью за собой потянуть, повести. Вот, к сожалению, современным ведущим немножечко не хватает из того, чем обладали те дикторы. Вот если бы вот симбиоз бы, эх, не было бы цены современным ведущим. Чего не хватало тем дикторам и чему нужно учиться современным телеведущим? Дело в том, что именно речь, голос, постановка вот этого донесения собственной мысли, она была утеряна. Почему? Потому что когда рухнул Советский Союз в 1991 году, рухнула система, понимаете, рухнул строй. И на костях нашего вот этого вот недостроенного социализма мы начали возводить этот наш недорезанный капитализм. Но тогда еще типа вроде как демократию делали. И когда на экран выбросило огромное количество очень профессиональных журналистов, умниц, которым было что сказать. Ну ничего, он 33 буквы не выговаривает, я в этом моляю, но он-то демократичный. Он-то такой же, как мой сосед Васька. Такой же, как я, я тоже те же самые 33 буквы не выговариваю. И ничего, главное, что он говорит. Главное, что. А вот эти вот классические профессиональные дикторские голоса вызывали идиосинкразию. Сейчас вообще какое-то паломничество в эту профессию. У вас огромное количество учеников, наверняка среди тысяч, ну там, жемчужин. Почему? Почему паломничество такое, а талантливых девушек и ребят довольно мало, которые могли бы работать на телевидении? Чего не хватает? Может быть, они как-то ошибочно понимают достоинство этой профессии, в общем, ее суть? К сожалению, из, как вы правильно сказали, из тысяч зерно можно увидеть сразу. Это не те, кто пришли себя показать, а те, которым есть что рассказать. К сожалению, фабрики звезд, штампующие звезд, утверждающие в сознании молодежи понимание того, что вот ничего не надо для того, чтобы быть звездой, для того, чтобы быть в полном шоколаде, вот вышел и уже звезда. Я думаю, что пойдет на спад скоро это вот желание сразу ничего не делая, стать звездой, потому что, ну, рано или поздно же, ну, как-то станет понятно, что это чудовищный труд, чудовищный, и не бывает ничего просто так. Пять столетий русской культуры объединил инновационный проект, посвященный теме цветов в искусстве. Феномен цветка трактован многозначно, как удивительное творение природы, как источник вдохновения художника, как декоративный мотив, проходящий сквозь эпохи, а также как символ и аллегория. Сегодня в рубрике о высоком рассказ о великолепной весенней выставке «Цветы. Остатки рая на земле». Цветок – синоним красоты. Красоты для всех, которые не нуждаются в комментариях. Просто смотри и наслаждайся. Но человек так устроен, что ему мало природной прелести цветов. Мы привыкли еще и наделять их особыми смыслами. Вот и название выставки «Цветы. Остатки рая на земле» взяты из святого Иоанна Кронштадтского. В Библии была своя символика. Например, лилия – символ чистоты Богоматери. Ее обычно протягивает Мария Архангел в сцене Благовещения. Хотя у нас на выставке есть одна работа художника Капкова, где Архангел Гавриил предстает с нарциссом. И это не ошибка и не незнание художника. А дело в том, что нарцисс Саронский также считался символом Христа. Для людей религиозных цветы стали одним из аргументов в пользу бытия Божия. Ведь невозможно рационально объяснить, зачем природе нужно все это совершенство цвета и формы. Оно нужно человеку, чтобы показать, каков рай, что такое идеал и как он выглядел в разные эпохи. А еще цветы – вечный источник вдохновения и для народных мастеров, украшавших нехитрый быт, и для изысканных профессионалов. Не обошлись без классических цветочных мотивов не только новаторы-вангардисты вроде Натальи Гончаровой, но и представители советского агитационного искусства после революционных лет. Впрочем, оказывается, были и такие живописцы, которые не поддавались соблазну. Писали довольно мало цветов передвижники. Не писал цветов Александр Иванов. И даже в одном из своих писем он сообщал своему корреспонденту Рабусу. Первый раз в жизни жалел я, что не пишу ни цветов, ни плодов перед поездкой в Италию. Ему хотелось, видимо, оставить на память друзьям что-то. И он понимал, что, наверное, цветы – это лучший такой подарок на память. Довольно мало мы находим цветов и убрюловых. Зато тех, кто отдал цветочным мотивам щедрую дань – легион, их творения заполнили все пространство инженерного корпуса. А могли бы заполнить, как уверяют сотрудники музея, и весь Лаврушинский переулок. И потрудились над экспозицией немалые силы. Не только музейщики, но и дизайнеры из высшей школы ландшафтной архитектуры Мархи. А руководил ими сам знаменитый мастер школы Сугэцу Тецуно Рикавана из Токио. Кульминацией выставки – его инсталляции перед картиной Аркадия Пластова «Синокос». И перед ней никто не устоит. Сами можете проверить. Наталья, вами создан оригинальный авторский курс по технике речи. Вот в чем его оригинальность и в чем суть? Человек, очень четко управляющий таким оружием мощнейшим, как речь, человек, ведущий за собой, – это человек, работающий единовременно двумя полушариями мозга. Первое полушарие считывает информацию всего, что вокруг тебя происходит. Второе тут же принимает решение по поводу того, что тебе нужно сделать, чтобы ввести ситуацию в нужном тебе направлении, какие речевые краски при этом применять, и тут же дает команду уже на воздействие. Принятие информации и принятие решения, чем и как мгновенно воздействовать. В течение полугода я студентов приучаю, ребята, думайте не о том, как, думайте о том, что. Только в том случае, если вы занимаетесь конкретным делом, тем, ради чего вы открыли рот, вот тогда у вас идет абсолютно точное попадание, и тогда вы интересны. Ну вот, какова формула красивой, интересной речи? У нас существует три голосовых регистра в нашем диапазоне, каждый из которых отвечает за расстояние и за определенный спектр коммуникативных ситуаций. То есть почему не очень неловко и неприятно долго слушать человека, который разговаривает с вами на верхах? Потому что дело в том, что верхний регистр, он отвечает за далекое расстояние. Вы когда заблудились в лесу, вы же не будете говорить, ау, о, нет, ау, далекое расстояние. То есть вы таким образом или от застенчивости, или от стеснения начинаете человека от себя отодвигать звуком. Серединочка – это когда мне удобно с вами по душам поговорить. Вот это та самая так называемая дистанция доверия, то, что у дикторов называлось дистанцией доверия. Это когда мне удобно с вами вот так вот рядышком сидя поговорить по душам, когда я могу прикоснуться, рукой дотянуться, когда я вас допускаю на доверительное расстояние, когда мне с вами комфортно, удобно беседовать в узком кругу. А вот уже низы отвечают за очень мощные, очень глубокие, очень интимные чувства. На низах включается интимный бархат, то есть на близком расстоянии, щечка к щечке. Можно разговаривать только об очень мощных, очень глубоких чувствах. Это любовь, ненависть, презрение. Вот в этом случае ты с очень-очень, с человеком, находящимся близко-близко, с тобой можешь этими чувствами поделиться и сказать, что ты провалился, гад. Но это же надо нос к носу, понимаете? Все равно это максимальная искренность, максимальная доверительность. И плюс еще нужно знать, что если вываливать, например, информацию на зрителя, как из мусорного ведра, в этом случае он будет относиться ровно таким образом к этой информации, как вываленный на него из мусорного ведра. Если вам вкусненько, грамотно, с паузками дорого продали информацию, если рассказали об этом, рассказали об этом, рассказали об этом, повесили паузу... Я чайку попью? Вот ровно то же самое происходит, понимаете, со зрителем. Ведь человек говорящий, как правило, не задумывается, успевают ли его выслушать. На ваш взгляд, почему такое огромное количество людей, кстати, в их числе и теле, и радиоведущие, которые плохо говорят, не умеют построить диалог, не могут грамотно выразить свои мысли? В чем причина? Во-первых, это незнание, неумение пользоваться речью как инструментом, именно вот как тем самым пристреленным оружием, понимаете? Во-вторых, это тот самый вектор внимания, который, направленный на себя, не дает возможности эффективно общаться, эффективно заниматься конкретным делом. Вот, к сожалению, проблема современной, современная проблема профессии телеведущего в основном заключается, конечно, еще и вы. Нас смотрят телезрители, которым хочется, есть желание научиться говорить правильно, красиво. Дайте, как специалист, как педагог-исследователь, несколько советов. Для того, чтобы быть максимально эффективным в общении, в первую очередь, нужно перестать эмоционировать. Если вы готовитесь к какому-то серьезному разговору с домашними, никогда не продумывайте, а вот я ему скажу, а вот он мне ответит. Загад не бывает богат, хорошая есть русская поговорка. Вы определитесь, что вы хотите от этого разговора. Конечная цель. Причем это не значит, что вы не должны слышать контрдоводов вашего собеседника. Вот тут как раз и включается та самая необходимость, работает двумя полушариями. Вы должны мгновенно превращаться в эмпатически настроенного слушателя, то есть очень вчувствованного, очень понимающего, чего от вас хотят. Выслушайте, поймите контрдоводы. И пока вы выслушиваете, даже если вас задевают эмоционально, бог с ним, потом поэмоционируйте. А умение держать основную цель вашей беседы, вот это залог успеха. Итак, значит, не эмоционировать, цель поставить себе хорошо. Не торопимся, не торопимся. Темп, темп, тембр. Если вы будете говорить на придыхании, на вот этом вот глухом, таком вот плоским голосе, достучаться вам не удастся. Вот у Дорониной это получалось, но она поэтому не Доронина. А постарайтесь всё-таки немножечко удерживать металла. Даже если вы говорите о вещах мягких, но пусть они будут с металлическим перезвоном. Это добавит уверенности вашим тезисам, которыми вы делитесь с собеседниками. Да. Наталья, огромное спасибо за интересный урок в первую очередь, за интересный рассказ о том, чем вы увлекаетесь. Я вам желаю удачной охоты в будущем. Спасибо. Я вам желаю новой песни. Я вам желаю талантливых учеников. Я вам желаю новых открытий на телевидении. Спасибо большое. Всего вам хорошего. И до встречи. Я не прощаюсь. Я думаю, что вы ещё раз придёте к нам на программу. С удовольствием. Спасибо огромное. И спасибо вам за ваш профессионализм. До свидания. Спасибо. Красивая речь, как и красивая улыбка – важнейший способ достижения успеха. Голос, его тембр и выразительность, темп и нужные слова – всё это способно творить чудеса. Искусно владея речью, вы сможете убедить, увлечь, а самое главное – очаровать, что собственным нам, женщинам, и нужно. Дерзайте, учитесь говорить красиво. И встретимся на женской половине. С вами была Ирина Бреусова.